В эти выходные на Ставрополье зафиксирован настоящий свадебный бум. Сразу 65 пар пожелали зарегистрировать брак накануне Дня всех влюбленных. А в Есентукском ЗАГСе прошло и вовсе особенное торжество. Там две семейные читы отметили рубиновую и золотую свадьбы. Анастасия Зубритская узнавала, как это спустя полвека вновь почувствовать себя молодоженами. Они заходят в ЗАГС как 40 лет назад. Правда, тогда жених был матросом, сейчас он офицер. Молодожены точно так же обмениваются кольцами. Только штамп в паспорте ставить не нужно. Он там и так уже есть. Вместо этой процедуры проводят награждение. Невесте и жениху вручают золотые медали. Так в присутствии родных семья Шустровых отметила рубиновую свадьбу. За десятки лет, говорят, они вместе прошли через многое. И каждый вынес для себя свой секрет семейного счастья. Семейное счастье очень простое. Я вынес, что мешаем все вместе. Совмещаемся. Мы делаем так, как поступает. Мы должны поступить. Юбилейное свидетельство о заключении брака в этот день получила еще одна семья с еще большим опытом семейной жизни. Спустя 50 лет с двумя сыновьями, тремя внуками и другими родственниками Полознякову снова вернулись в Ясентукский ЗАГС, чтобы отметить золотую свадьбу и еще раз ответить на главный вопрос в их жизни. А дальше все по плану. Кольца, поцелуй и уже далеко не первый семейный танец. Такие необычные свадьбы в ЗАГС организовывают уже традиционно в честь Дня всех влюбленных. Уговаривать юбиляров отметить юбилей главного семейного торжества почти никогда не приходится. А эти пары сами к нам приходят, потому что есть им чем поделиться. Есть поделиться своим супружеским опытом. И они хорошо прожили, они хорошо живут в браке, и им хочется просто поделиться со всеми своей радостью. Впрочем, эти новобрачные готовы поделиться не только радостью, но и рецептом, как пронести счастливый брак сквозь долгие годы. Только уже не шутливым, а вполне серьезным. Любовь, конечно же, взаимопонимание, понимаете, помощь всегда. Он всегда чувствовал меня, понимаете. И поэтому я считаю, что мне просто в жизни повезло. Этот совет наверняка поможет каждой из новых ставропольских семей, что узаконили отношения прямо накануне Дня влюбленных. Таких в этом году рекордное количество – целых 65.